вот и мы начинаем наш сегодняшний марафон истории а это открытый марафон для тех кто первый раз коротко скажу для тех кто уже знает и уже знают это марафон истории это мероприятие онлайн когда приходят люди и делятся своими история применения сервисов то здесь мы частично не говорим о бизнесе мы говорим о том как ее действительно помогает спасает выручает оказывает поддержку и всегда на связи всегда говорит о том что ее действительно не только помогает а еще и заботиться она берем микрофончик по очереди не перебивая рассказываем свою историю самое главное кто первый раз прошу пожалуйста когда начинаете свою историю рассказывать не забываем делать что представляться кто вы откуда сколько лет компании это вот чтобы люди знали про нашу географию про наших людей что то сколько пользуется сервисом а можем начинать можете вот я налил себе чаю кофейку и мы погнали кто готов видишь можно я буду первая конечно нужно но у меня история про animal фон я елена исакова город нижний вартовск сейчас вот пока кот у меня выдерживает вот у меня главное действующее лицо но он не выдержал он не любит видимо в экране рисоваться сильно вот я давно уже пользуюсь карта animal фон и у нас вартовске тоже очень любят эту карту нижний вартовске карте это вот такая вот наподобие вот этой вот то есть это годовая страховка по онлайн ветеринарам и получается что у моего кота на лапке какое-то в общем кожное образование появилось еще до нового года до нового года я съездила по рекомендации ветеринаров в эту ветеринарную клинику и там мне почему-то сказали что это рак значит у меня можете представить какие у меня глаза были хотя это вообще на рак не похоже вот я приехала ну сказали надо такое такое лечение накрутили кучу денег и так далее как всегда бывает я говорю хорошо хорошо ладно я говорю надо анализы наверно какие-то сдать то есть я как бы приняла к сведению но я-то понимаю что я буду это все проверять вот и говорю какие-то анализы надо сдать но он говорит да ветеринар там кровь надо сдать и так далее вот я говорю а как это сдавать ну чтобы побыстрее убежать из из клиники потому что такая история в нижневартовске уже есть проживность про собачку вот и значит да говорит надо утром когда голодный кот надо сдать анализ крови будет приехать и тогда точно определимся но я вам сразу говорю готовьтесь мол там круглая сумма и так далее вот когда я уехала домой приехала там новый год подготовка но я вижу что это вот как бы не то что он озвучил и вот после нового года все таки как бы переживаю и думаю сейчас ветклиника открою откроется я поеду сдавать анализы опять набираю ветеринара любимого из москвы и любовь трубку берет ну как сказала мне ветеринар нужен и через некоторое время любовь ветеринар позвонила и она как бы говорит да я помню ваши это пятнышко ну нет что вы ну как как можно говорить рак там я говорю ну примерно вот скажите озвучьте мне сейчас вот я готова лететь бежать там ветклинику они опять-то мне накрутят ценники она говорит по всем признакам у вас это произошло короче из-за питания расскажите что вы кушаете я ему ей рассказываю все потом она говорит советует мне купить такой-то такой-то препарат и обрабатывать вот эту вот пятнышко вот это образование и можете представить я и говорит конечно у вас код возрастной там ему вот сейчас вот ему 13 человеческих лет это уже мужчина в полном расцвете сил как бы можно так сказать и вот и но люди настолько любят свои домашние существа что готовы все сделать для них но это не значит что мы в ветклинику должны нести последние деньги а мы то понесем но если у нас есть профессиональные ветеринары в москве значит нужно обязательно покупать эту карту на год не парить себе мозги вовремя звонить в вовремя консультироваться и вот это я просто хочу сейчас объявить во всеуслышание потому что кто-то будет смотреть это и кто-то будет слушать ради бога ну потратьте вы эти деньги вы больше сэкономите и получается что вот эти препараты которая любовь ветеринары из москвы она мне порекомендовала они человеческие они не такие уж дорогие вот сейчас мы мажем я вижу что он кушает хорошо она все спросила как чего питается но настолько профессиональные ветеринары вот все ну респект просто нашей компании европейской лидической службы что она нашла такой сервис и у нас есть такие специалисты спасибо большое спасибо лен за историю а действительно вот могу сказать тоже по себе что когда у нас заболел код вот и мы прежде чем бежать ветеринарку вести его да то есть я изначально сначала позвонил позвонил нашим ветеринаром проконсультировался они тоже все досконально расспросили что как он себя ведет как он спит как он ест как он там извините там в туалет ходит да играет не играется актив неактивный там есть у нее там светобоязли нет потому что некоторых заболеваний у животных до животные стараются находить более темные места до чтобы не трогали не беспокоили лежали то есть мы все расспросили абсолютно все вот полностью про животное и уже когда мы поехали ветеринарку то есть мы уже знали что нам нужно то есть то нам нужно то есть какие узи нам нужно сделать какие анализы нам нужно сдать то есть не мы уже спрашивали у ветеринара да что ребята подскажите что нам делать да а мы уже пришли и говорили что нам нужно вот чтобы вы нам сделали вот это вот это вот это и вот это но к сожалению к сожалению мы обнаружили болезнь слишком поздно. Есть такие болезни у животных, поэтому, кстати, рекомендация тоже наших ветеринаров, как и людям, как и людям, животным своим домашним нужно делать чекап периодически, хотя бы раз в год, да, чтобы понимать, в каком состоянии, какое здоровье у вашего животного, потому что есть такие заболевания у животных, которые проявляются уже в критический момент, последний момент, все уже, потом уже ничего сделать невозможно, никакое лечение, ну, только поддержка, поддержка, да, там, витамины, уколы, но вот как у нас получилось, да, к сожалению, наш код, он, ну, буквально там через месяц, когда мы обнаружили заболевание, да, мы пытались, мы, честно говорю, мы действительно потом, потом мы уже потратили кучу денег абсолютно, потому что мы, ну, сами понимаете, он у нас прожил с нами 12 лет, мы пытались всяко-разно, мы пытались его поддержать, помочь, делали ему уколы, покупали витаминки, там, ставили капельницы, ну, прямо как человека вытаскивали, прям пытались, вот одно, как врачи нам уже, у нас еще хорошие врачи попались в самой ветеринарке, нам сказали, что, ребята, если бы хотя бы, хотя бы, там, я не знаю, там, полгодика назад, еще можно было бы что-то сделать, но, к сожалению, вот эта болезнь, я не вспомню, как она сейчас называется, смысл такой, что ткани печени, они, на них образовываются кисты многочисленные, и ткань печени, она перерождается, то есть практически атрофируется, и уже кровь не фильтруется в надлежащем порядке, вот, поэтому животное, грубо говоря, само себя отравляет, да, своими, вот, там, токсинами и так далее и тому подобное, поэтому, ребята, да, карта Animal Farm, она очень нужна и важна, так же, как и все остальные карты наших, наших юристов, следите за, проводите чекапы своим домашним животным, чтобы они у вас были здоровенькие, бодренькие, всегда, ну, дарили вам радость, это не только кошки, это не только собачки, это также любимые попугайчики, птички и так далее, то есть все абсолютно домашние животные, вот, а мы идем дальше, кто готов взять микрофон и поделиться историями, я знаю, здесь у нас очень много подсоединилось людей, а вот я вижу Владимир Савосер к нам присоединился, я знаю, что Володя благодарный клиенту, пользуется сервисами давно, у него очень много, очень много, прям богатая коллекция, я думаю, что Володя выйдет в эфир поделиться с нами, а так мы по желаниям, по желаниям, кто готов взять микрофон, Если ты думаешь, что я выйду, поделюсь, я выйду, поделюсь, не могу твои ожидания, Витя. Я очень рад тебя, кстати, видеть, Владимир, спасибо, что подсоединился. Я пока без камеры, потому что в процессе, но у меня есть история, поделюсь, расскажу о хорошем деле, нужно говорить, если есть хорошее дело, которое несет пользу, несет помощь людям, молчать об этом нельзя, молчать об этом, я считаю, безнравственно и неправильно. Ну, моя история такая, она простенькая достаточно, но на злобу дня, в пятерочке в магазине, такой хожу, покупаю, такой весь важный, и тут милиционер ко мне подходит и начинает мне вкручивать, почему я без маски, давайте пойдем выйдем, оформлять вас будем, ну, полно людей без маски тут, и я один, знаете, ну, царапнуло немножко. Я понимаю, ну, вот не транслирую ничего, но у меня есть внутреннее убеждение такое, что, ну, если хочешь быть здоровым, нужно все-таки с иммунитетом работать, нужно закаляться, нужно следить за своим здоровьем, ну, а то, что масками заматываться, так микробы в маску, они, ну, пролазят, и вот этот маразм я немножко не поддерживаю, вот, и, конечно, когда мне засветил вот этот вот штраф на горизонте за то, что я без маски, ну, меня это немножко задело, я говорю, хорошо, господин полицейский, сейчас я буду звонить в правовую службу, узнаю ваши права, узнаю свои права, вот, и буду с вами по букве закона общаться. Вы же не против, чтобы я полностью по закону с вами общался? Ну, конечно, как, вот каждый раз, общаясь со служителями закона, вот эти вот слова, эта фраза, ну, как-то отрезляюще действует, он говорит, сколько времени вам надо, говорю, ну, сколько нужно, столько и нужно, пообщаюсь, и будем с вами закрывать уже эту историю. Он говорит, ну, хорошо, я подожду вас на выходе, в общем, я позвонил юристу, юрист мне полностью от начала до конца рассказал, что нужно мне сделать, какое селфи мне нужно сделать в маске, ну, в общем, поддержал меня достаточно достойно, вот, в итоге я уже весь такой готовый, спокойный, выхожу, и полицейского не обнаруживаю, ну, думаю, ну, так-то и быть, значит, если выбрал он не общаться со мной подкованным правовой службой, ну, выбрал, так выбрал, но, тем не менее, очередной раз убедился, когда неожиданно вот некие такие сюрпризы из правового поля прилетают, и один на один их решать бывает, ну, не очень комфортно, а когда в кармане телефон, а там ребята прокачаны, подготовлены, это очень круто, это позволяет и достоинство сохранить, и уверенность сохранить, и стать умнее, вот, на один кейс, вот такая вот моя история. Благодарю, Витя, за то, что передал слово, спасибо большое. Да, Володь, спасибо, еще раз говорю, рад тебя видеть, вот, действительно, вот в такие моменты чувствуешь себя гораздо увереннее, и понимаешь, что у тебя есть поддержка, что в любой момент, независимо от того, где ты находишься, да, в любой момент можно получить ответ на свой вопрос, ну, и самое главное, самое немаловажное, я считаю, да, это то, что чувство того, что у тебя есть специалисты, которым ты можешь позвонить, оно придает уверенности, уверенности в самом себе, и независимо от того, где ты в каком кабинете находишься, или там это кабинет, там заведующий, кабинет руководителя, или это магазин, или это там где-то детская площадка, но ты всегда знаешь, что ты можешь позвонить и получить довольно квалифицированный ответ. Вот, у нас Надежда держит руку. А можно, Витя, 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 можно еще дать обратную связь по Владимиру? Целый год его не слышали. Вы слышали, какая уверенность в голосе, какая прокачка? Тогда за твоей спиной такие специалисты юридической службы, по здоровью психологи и все остальные специалисты будешь себя чувствовать намного увереннее, качественнее, и жизнь точно поменяется. Спасибо, Владимир. Сначала у нас Надежда, потом Ольга следующая. Вот, Надежда, приветствую вас. Вы к нам с новой историей. Всех приветствую в новом году. Это уже первый клиентский день, да, в этом году? Нет, второй. Второй, а значит, я пропустила. Вот, Сергеева Надежда, Оренбургский край, Оренбург. Довольный клиент и консультант, партнер компании «Юсброкер». Расскажу историю сначала медицинского характера сегодня. Ну, а если потом останется время, еще есть юридическое. Значит, 6-го числа, 5-го числа января я выписываю маму из больницы. Повторный рецидив после ковида, там, значит, в очень тяжелом состоянии. Я вернула ее домой. Значит, 5-дневный или 6-дневный запор, извините за откровенность. Ну, потому что в больнице никто там больно-то не занимался этим вопросом. И я, естественно, занялась, потому что надо было решать. И, значит, начала там этими народными средствами все делать. И все началось у меня 6-го и продолжилось 7-го. Вы не представляете, что это было. Это отдельная история. Я, конечно, созванивалась с врачами, потому что я думала, что вообще там, я не знаю, может, уже обезвоживание у человека началось. Врачи успокаивали, говорили, что все нормально. Но меня, знаете, какой факт поразил. Значит, за это время, ну, это же были каникулы новогодние, в принципе, я вызывала скорую, я вызывала дежурных врачей. Но никто, никто, вплоть только до 10-го числа, когда вышел уже наш терапевт, она только тогда посмотрела, вот больное место, которое меня волновало, интимное, да, в каком состоянии. Две скорые приезжало. Так, значит, что делать? Я смотрю, ситуация очень такая тяжелая. Куда обращаться? Врачей я вызывала, скорую вызывала, мне никто ничем не помог. Я очень волнуюсь, думаю, ну, как, что делать, я не пойму. Я, представляете, что я делаю? Я делаю снимки двух интимных мест, извините, а куда деваться? Такая ситуация, да? Куда бежать? Ну, куда бежать? Куда я с этими снимками подбегу? Я сделала снимочки, отправила чат к нам. Затем, значит, тут же заказываю консультацию врача. Ко мне быстренько выходит Мария Викторовна, как гинеколог. Гинекологу. Она мне объясняет, что делать, представляете? Вот, значит, что со вторым интимным местом делать? Она настолько меня успокоила, настолько все это мы быстро решили. Я, значит, приступила к правильному лечению. И настолько я вышла из этой сложной ситуации. Я настолько благодарна, потому что я говорю праздник. И что бы я делала, если бы у меня не было этой услуги? Я бы не пользовалась советами наших докторов. Вот еще раз доказывает, что вызывала два раза скорую. Два терапевта приходили. И, в принципе, никто даже толком не посмотрел. Понимаете? Это надо было вызывать гинеколога, проктолога домой. Или платного проктолога. Это в какие деньги вошло бы? А тут я, как говорится, двумя снимками, одним вопросом решила эту ситуацию. Вот так. Такая история. Хорошо. Спасибо, Надежда. Спасибо, Надежда, за историю. Здоровья вашей маме. Долгих лет жизни. Пусть не болеет. Я думаю, что все это переживете, пройдете. Тем более, есть такие специалисты, есть такие врачи. Поэтому я думаю, что ваша мама поправится. Я не думаю, я уверен, что она обязательно поправится. И все будет у вас хорошо. Вот. А следующий у нас Ольга. Ольга у нас держит руку. Ольга, берите микрофон. Всем добрый день, доброе утро. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Зовут меня Береснева Ольга. Я из города Пермь. Рада всех приветствовать, видеть в новом году. Очень много новых людей, с которыми я не знакома. Приятно познакомиться. Что касаемо истории, ничего, слава Богу, такого важного, срочного в этом году у меня еще не возникло. Но по сочетанию, что услуги ее с брокер, это мой лайфстайл, сто процентов. Вот просто после нового года, значит, возникла потребность. Я индивидуальный предприниматель. И новое, значит, направление хотела бы вести, так скажем. Все, что касается бухгалтерии, это не мое, я юрист. Но я точно знаю, что любой мой вопрос может решить наша юридическая служба. Соответственно, я просто задаю свой вопрос, что мне делать, как быть с этой налоговой, я знаю, какие-то изменения нужно там внести, как это сделать, какие правильно акведы, то есть виды деятельности указать, как они называются. Я, конечно, сама могу все это найти в интернете, но я этого уже не делаю. Я задаю вопрос в мобильное приложение утром. Это был, наверное, понедельник или вторник на этой неделе. И уже к вечеру, как обычно, я получаю ответ. Также в мобильном приложении. Это очень удобно. Это вот просто уже мой стиль жизни. Лайфштайл. Есть вопрос, я не мучаюсь, где найти на него ответ, я задаю его в нашу юридическую службу. Это здорово, классно. По поводу уверенности, вот Владимир историю рассказал. У меня, в принципе, еще одна была история. Купила перед Новым годом дочери джинсы, а собачка на замке, ну просто там что-то вылетело. То есть налицо товар ненадлежащего качества. Об этом я уже знаю, потому что в прошлом году у меня была подобная история, тоже связанная с джинсами, но не с замком. Соответственно, полная уверенность, чек на руках, а еще 14 даже дней не прошло. Даже без претензии, написанной на бумаге, пришла в магазин и, соответственно, вернула денежные средства на покупку, на возврат товара ненадлежащего качества. Очень удобно. Огромное спасибо компании за то, что она вообще появилась в моей жизни и действительно придала вот такую вот уверенность в любой ситуации. А все, спасибо. Ольга, спасибо. Ольга, спасибо, да. Рада вас видеть у нас. Вот, ну, действительно, вот сервисы нашей компании, это такая прям уникальная поддержка. И даже когда не ждешь, они вот срабатывают прям на ура. Вот буквально коротко, да, история была. Вот на днях мы гуляли втроем, я, сестра и мама, мы гуляли в парке. Соответственно, после того, как у нас был два дня снегопад, там, соответственно, дорожки заняло, сугробы навалило. Мама там любит у меня еще со скандинавскими палками походить. Ну, и мы, соответственно, мы походили, побегали, где-то там полазили по этим сугробам. Ну, соответственно, пульс учащается, да, там кровообращение, там давление, все. То есть мы как бы не обращали на это внимание, потому что нам было весело, задорно, еще погода такая была теплая. Мы втроем там врачились, гуляли, там, любовались природой зимней. И все, и мы уже, когда подходили к дому, я слышу, у меня звонит телефон, я достаю, смотрю, телефон Европейской юридической службы, брокер. Я такой, блин, ну, не знаю, вроде не заказывал ничего, вопросов никаких вроде не было, не знаю. Поднимая трубку, звонит теледоктор Людмила Викентьевна, вот я сейчас, отчество такое интересное, наш любимый всеми специалист, врач. Людмила Викентьевна, Людмила Викентьевна. Людмила Викентьевна, точно. Вот, всеми, прям вот ее любят все абсолютно, и клиенты, и партнеры, замечательный специалист, звонит, и добрый вечер, добрый вечер, Виктор Юрьевич. Я говорю, да, вы знаете, вот нам тут поступила информация на мониторы, в этот медицинский центр, что у вас учащенный пульс, у вас немножко подскочило давление, как вы себя чувствуете? Я говорю, у меня все хорошо, все замечательно, просто, наверное, по всей видимости, просто мы гуляем в парке, да, ну, где-то, наверное, побегали, подурачились, где-то, ну, возможно, что-то, да, там, физическая просто нагрузка. То есть она еще раз переспрашивает, вы действительно себя хорошо чувствуете, то есть ничего, то есть никаких, не ощущаете там у себя, да, там, отклонений. Я говорю, нет, все хорошо, мы гуляем на свежем воздухе, то есть все как бы нормально. Она, все замечательно, все хорошо, просто от вас поступил сигнал на монитор полуцентра медицины. Все, мы погуляли, значит, приходим домой, уже сидим, уже сидим, уже все-таки выдохнули, все хорошо, сидим, пьем чай. Звонок маме на телефон. Мама, значит, уходит, выходит, слышу что-то, да, нормально, да, все хорошо, да, чувствую себя замечательно. Все, поговорила, лошадь, трубку, я говорю, а кто звонил? Она говорит, это доктора позвонили, а у нее это первый раз такое вот случилось. Хотя мама у меня носит систему мониторинга уже больше двух лет, ну, год уже, а нет, год, год, вот она носит, скоро уже год будет заканчиваться. Вот ей не звонили, потому что не было таких критических ситуаций, слава богу, а тут позвонили, говорят, что у нее подскочило давление, тоже поступил сигнал, поэтому прям вот чувствуешь себя, что, знаете, такое ощущение, что даже помереть не дадут, поэтому позвонят вовремя и выдернут, скажем так. Поэтому вот действительно понимаешь, а вот Евгений Кахнович у нас на прошлом рассказывал тоже, когда он там на турнике, да, то есть что ему позвонили, когда он потерял сознание, то есть ты понимаешь все-таки, да, что действительно ты защищен и в критический момент тебе даже позвонят врачи сами и подскажут, что делать, как себя вести. Вот. Да, Андрей, вижу твою поднятую руку, да, бери микрофон. Всем здравствуйте, Андрей Журавлев, Чистаза, Байкальский край и Краснодар. Довольный клиент и партнер Европейской религиозной службы Брокер с апреля 2019 года. Хочу поделиться историей. Вот просто сейчас вот на Ольгу смотрю и на ее фамилию и вспомнил тоже свою историю. Мы родились в советское время, да, в основном все. И там этот бардак с буквой Е ее. Вот я смотрю, она или Береснева, или Береснева. И я. Или Журавлев, или Журавлев. И тут оба-на. Дело подходит к пенсии. И я тут вижу ошибки, да. Я собрал все документы и наблюдаю. У меня свидетельство о браке. Журавлев, супруга Журавлева. Два сына первых. Журавлевый, третий сын Журавлев. В удостоверении личности Журавлев. А Журавлев в удостоверении личности. В правах Журавлев. В паспорте Журавлев. Свидетельство о рождении Журавлев, да. И тут вообще такая вот история. А тут пенсия. Тут надо забирать от государства все, что положено. И когда есть такие свои юристы, делаю один звонок. И мне полностью дают алгоритм с этой буквой. И представляете, оказывается, я вообще 20 лет почти в браке. Оказывается, я и не женился. Потому что у меня фамилия-то Журавлев, а не Журавлев. Два первых сына. Это тоже не мои. Не знаю, откуда они появились. Как бы вот такая история. Штрафы приходят на Журавлева. Это тоже не мои штрафы. Вот такая вот история. Но самое-то надо мне от государства забрать, мне что положено. Льготы, квартиры. А там тоже с этой буковкой какие-то непонятки. Ну и что, мне юрист подсказал выход. Главным документом является свидетельство о рождении. А мы, как помним, раньше писали такой... Не пастовая ручка была, да? А перьевая такая с этими. Макали в кляксу там и это все. И буковку йота не ставили. И все. И тут такие. Ну, я собрал вот эту кучу документов. Но и не стал восстанавливать справедливость с Журавлевым. Потому что там надо было больше документов переделывать, да? Представляете? Опять надо платить деньги. А за замену паспорта, за замену прав, за замену всего. Это там выкатилось нормальную сумму такую. Ну и мы сделали, где было больше документов с этой буковкой, что не надо переделывать, так и сделали. И все. И мы вот так вот восстановили справедливость. Вот я вспомнил такую историю. Так что даже вот такие элементарные истории, но денег много, мне бы просто не стали платить пенсию. Сказали, ты не служил 20 лет, уважаемый. Служил Журавлев, а ты Журавлев. Представляете? Просто как. Пришел в пенсионный фонд, мне сказали, слушай, дружище, ты что пришел сюда? У тебя фамилия-то совсем другая. То же самое. В поезд садишься, там же эти буковки смотрят. Нет, дружище, это не ты купил билетик. Да, иди, мы тебя в поезд не посадим. Там у нас есть особенно умные, кто? Проводницы. Но опять же, берешь, делаешь звонок юристу, и юрист объясняет ей, что одна ошибка, а в билете можно садиться и смело ехать. А проводницы же там, о, да, мы сильные, я все знаю, я самая умная. А когда есть у тебя на связи юрист личный, то тут все решается здесь и сейчас быстро. Так что всем рекомендую. Так как мне слово дали, хочу вас поздравить всегда со всеми праздниками. Пожелать крепкого здоровья, долголетия, счастья, любви и благополучия. И обязательно пользуйтесь всеми услугами Европейской Родвижской Службы. Спасибо. Да, Андрей, да, есть такая замечательная история с буквами в наших паспортах. Есть еще в истории, я знаю, с днями рождений, вот как у меня у родителей. У меня у родителей два дня рождения. Мы отмечаем два дня рождения у мамы, два дня рождения у папы. Потому что есть фактический день рождения, когда человек родился, а есть день рождения по паспорту, когда записали. Потому что раньше, вот у меня, например, отец родился 25 декабря, да, вот, а ему, чтобы не... Первая часть нашего замечательного марафона закончилась. Вот, поэтому забыл предупредить, да, хотел, крутилась мысля в голове, что сказать. Ну, смотрю, народ переподключается. Вот, сейчас буквально две минуточки подождем. Сейчас народ у нас подключится. Вот, и вот история, да, с днями рождениями. Вот я начал, да, и у меня у родителей два дня рождения. Потому что раньше рождались люди, да, вот у меня отец родился 25 декабря, и чтобы ему, скажем так, не плюсовать лишний год, да, там, потому что там оставалось до Нового года всего-то ничего, там, пять дней. И его записали, вот он родился 25 декабря, там, 43-го, нет, 45-го. 45-го он родился, а его записали день рождения 1-го января 46-го. Вот, поэтому мы и у мамы также. У нее 7-го ноября и 12-го января. То есть, вот, чтобы тоже, там, два месяца, грубо говоря, не плюсовать, и чтобы не потерять вот эти дни, я их записываю. И поэтому вот, да, есть разные истории, как с фамилиями, с буквами, так и с датами рождения. Вот, очень-таки, забавные истории. Ну, хорошо, зато есть повод лишний. Мы собираемся не два раза в году с родителями, а четыре. Вот, поэтому мы не против. За это надо, как говорят, за это надо выпить, а мы не возражаем. Вот, поэтому такая история забавная. Вот, кто еще у нас желает поделиться своей какой-нибудь замечательной историей, берите микрофон, рассказывайте. Надежда, делитесь, давайте, юридическая история. Надежда, Сергей, Иванович. Хорошо, хорошо, сейчас. Сейчас экран включу. Значит, такая история приключилась у меня. Так, это под Новый год, у меня в руках телефон, приходит СМС, что с вашего счета Сбербанк снято 1900. Вот прямо у меня на глазах. Я удивленную, думаю, что такое. Звоню на горячую линию Сбербанка, объясняю ситуацию, говорю, так и так. Он говорит, да, это у вас произошла пролонгация автоматом. В том году вы подключили в Сбербанке приложение Сберплей какое-то, какое-то, какое-то приложение. Я говорю, а что это такое вообще, что за Сберплей? Он мне объясняет. Это, значит, телевидение, там доставка еды. Я говорю, вы что, издеваетесь, что ли, говорю? Я телевизор три года не смотрю. Я еще, говорю, по интернету буду заказывать ваш Сбербанк. Он, ну, что ему такие вещи объяснять? Я говорю, а вы в том году с меня тоже, что ли, сняли эту сумму? Он говорит, ну, да, у вас автоматом это идет. Я говорю, слушайте, а как это вообще произошло? Я вообще ни в какие приложения не захожу. Ну, в общем, мои эмоции оператор выслушал. Я говорю, так, давайте объясняйте мне, как мне вернуть эти деньги? Он мне говорит, ну, нет, вы уже оплатили, это невозможно. Я говорю, ладно, хорошо, говорю, я сейчас позвоню своему юристу, говорю, а потом уже будем разговаривать. Ну, значит, ладно, все, я отключилась. Заказываю консультацию нашего юриста. Мне быстро отвечает. Не помню, конечно, да, помню имя юриста. Я говорю, объясняю ситуацию с эмоциями, как обычно, они уже меня знают, все выслушают, все лишняя информация, все нужное. И я говорю, мне самое главное волнует вопрос, могу ли я вернуть эти деньги? Он мне так спокойно объясняет и говорит, да, можете. Я говорю, да вы что? А мне только сейчас сказал оператор Сбербанка, что нет, это невозможно. Он говорит, я говорю, объясните, пожалуйста, как это могло быть, говорю, понимаете? Как это могло быть? Ну, вы в прошлом году, наверное, что-то, какую-то операцию делали, что-то со Сбербанком, может, что-то заключали или там карточку меняли. И бывают такие вот операции, когда мы что-то делаем, и не зная, происходит аферта, или аферта, как сейчас говорили про эти буквы, да, она идет автоматом, понимаете? Вот это приложение идет автоматом. И тебе-то, может быть, даже никто не об этом не сообщил. Так произошло и со мной. Значит, подключили мне вот эту операцию, а я оплачиваю. Второй год пролонгации, я ни сном, ни духом, ничего не знаю. Я могла даже и не заметить, понимаете? Если бы в руках мне не было телефона в этот момент, я могла бы и пропустить этот СМС. У меня есть такой грех, понимаете? А я говорю, что мне делать? Он говорит, идите в Сбербанк, пишите заявление, и все. Я говорю, что я быстренько за руль, приезжаю в Сбербанк, объясняю ситуацию. Мальчик тоже такой положительный, взял с меня заявление. Взял с меня заявление. И мы с ним не успели еще закончить формальности. Бац, мне приходит СМС. Мне вернули эти две тысячи. Представляете? Я говорю, слушайте, мне уже вернули эти деньги, говорю. Он говорит, да. Я говорю, так быстро. А мне сказал оператор горячей линии Сбербанка, что это нереально. Вот так, друзья. Если бы я тут же не позвонила нашему юристу, не проконсультировалась, во-первых, я бы осталась в недоразумении, мне было бы очень обидно, непонятно самое главное, что и как. Ну, извините, я так же им сказала, это не 200 рублей, извините, это 2000 идут автоматом, да, неизвестно за что. Ну, так что вот так, вот такая ситуация. Будьте внимательны, потому что действительно это вот так происходит. и консультируйтесь с нашим юристом. Вот такая история. Да, согласен, Надежда, замечательная история. Поэтому есть такие моменты. Я столкнулся с таким, тоже была история в прошлом году. Я снимаю квартиру, да, и тоже так же, как Надежда, но я уже чуть больше, я, наверное, лет уже 6 или 7, не смотрю телевизор. Ну, и, соответственно, переехав на съемную квартиру, здесь была, ну, как, провода были подведены, нужно было просто заключить договор на подключение интернета. И, соответственно, я подключил только интернет, не телевидение, как бы, потому что, ну, я не смотрю телевизор, подключил по минимальному тарифу, минимально, чтобы была там допустимая скорость, чтобы работал ноутбук, да, то есть все, когда такое вот. И все, и перед Новым годом буквально раз смотрю, а я там что-то задержался с оплатой, раз смотрю, сумма другая, ну, думаю, наверное, пеня набежала, заплатил. Второй раз смотрю, сумма, ну, блин, наверное, что-то тоже где-то, наверное, недоплатила, заплатила. А третий раз уже такой смотрю, сумма не меняется, плачу уже в сроки. И я звоню, значит, в замечательную нашу местную вот эту компанию, с которой у меня заключен договор. Они мне говорят, а у вас там подключен родительский контроль и установлен антивирус. Я говорю, ребята, подождите, какой, говорю, родительский контроль? Я говорю, я живу один, я что, сам как бы сам от себя, что ли, защищаюсь? Мне, если надо куда-нибудь зайти, я все равно зайду. Ну, мы ничего не знаем, вот вы дали согласие, вам подключили. В общем, смысл такой, они мне настаивали на том, что где-то в каком-то телефонном звонке с оператором, замечательной нашей местной компании, я дал свое согласие на подключение дополнительных услуг, то есть вот этот вот родительский контроль и антивирус. Я говорю, блин, ребят, я ничего не это самое, ничего не подключал, никакого согласия не давал. Я говорю, принимайте претензию, делайте перерасчет, возвращайте мне деньги. Они хорошо претензию приняли, услуги отключили, но смотрю, на следующий месяц сумма не поменялась, перерасчет не сделали. Я звоню еще раз. Они говорят, мы вам услуги отключили, перерасчет мы вам делать не будем, потому что, опять же, говорят, что утверждают, что вы в голосовом сообщении дали свое согласие на подключение данных услуг. Я хорошо, не вопрос, больше спорить вам не буду, звоню юристам нашим, получая подробную консультацию, получаю не только консультацию, алгоритм действий, что я практически под диктовку с нашим специалистом-юристом составил текст претензии и уже с готовым документом, не споря, ничего не объясняя. Прихожу в офис компании, сажусь, они такие, какой у вас вопрос? Я говорю, у меня не вопрос. Вот, говорю, пожалуйста, примите претензию. Мне, пожалуйста, дата подпись поставьте входящей. То есть я жду. В общем, смысл такой, да, кому-то на будущее, если столкнетесь с такой ситуацией. Пока вы письменно не подписали договор с заказчиком предоставляемых услуг и вами, то есть пока вы действительно в документе не поставите свой автограф физический, никакое устное согласие в каком бы там либо телефонном разговоре, неважно с кем, пусть даже там с президентом этой коммуникационной компании, не имеет права заказчик подключать вам к вашему тарифу какие-то дополнительные услуги. Поэтому периодически, вот я сейчас с мегафоном, с этим Ростелекомом, с мегафоном, я периодически там раз в три месяца захожу в личный кабинет и проверяю, они подключили ли мне там что-то ребята там дополнительно. И все, я пришел, претензию отдал, я еще не успел доехать до офиса, мне приходит тоже как Надежда, смска, уважаемый Виктор Юрьевич, приносим свои извинения, ваша сумма такая-то, такая-то, занесена в счет оплаты следующего месяца пользования интернетом. Поэтому, ребята, проверяйте, да, сумма небольшая, там 800 рублей сделали перерасчет, но сколько накапливается, там 800, там 300, там 500, и за год, за год, да, есть статистика, статистика вещь упрямая, а за год человек теряет порядка от 120 тысяч рублей на вот таких вот мелочах. Поэтому, ребята, экономьте свои деньги. Это я вам как Рябинович говорю, экономьте свои деньги. Саша, вижу, держу твою поднятую руку. Слушаем тебя, Александр, рада тебя видеть. Привет, ребята. Я вот, собственно, спасибо, во-первых, всем за истории. Реально классные истории, интересные. Володе особенно с его таким почерком, да, рассказывать истории было, ну, круто. Мы еще с супругой вместе слушали, прям посмеялись. Я не знаю, рассказывал нет на прошлом связи, на прошлой связи эту историю. История «Звонок психологу». У нашей службы теледоктор, то есть вообще в пакете услуг наших, есть такая функция психолог. И многие ребята у нас уже пользуются, дают хорошие отзывы. И, ну, я тоже думаю, а что бы не позвонить, то есть надо, да. Вот начался Новый год, ставим новые цели, новые планы. И, ну, как бы со старого Нового года ты понимаешь, что все же уперся в какой-то потолок, я вот про себя говорю, да, что уперся и, ну, чуть-чуть чего-то да не хватает, то есть чтобы пробить и выйти на новый уровень. И вроде и с кем поговорить, да, то есть, ну, реально, обсудить эти вопросы. Набрал психолога, записался на прием с психологом, мне позвонили, мы пообщались недолго, на самом деле там буквально 20 минут. И, ну, и круто, хочу сказать. И, знаете, там не было какого-то вымывания там мозгов, там вытягивания какой-то ситуации, да, то есть мы нормально с ним поговорили, обсудили ситуацию, куда стремлюсь, куда иду, какие действия делаю. Взял пару лайфхаков для себя, да, то есть и в целом, ну, побеседовали с человеком, я для себя почерпнул, что я все делаю правильно, да, то есть и задача, вот тут у меня даже записано, да, то есть заметки из беседы с психологом, вот на один листик создать, так, так, так. А, главное разогнать процесс теперь сейчас заново. Раскачать маятник. Да, 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 ну, как бы не раскачать маятник, это немножко другая история, разогнать снова процессы, то есть и все будет еще даже лучше, чем было раньше. Вот, то есть как бы вроде бы и не узнал чего-то, ничего такого нового, да, то есть все я делаю правильно, я молодец, но внутренние ощущения, ребят, хочу сказать, появился, ну, такая внутри, знаете, внутренний ребенок улыбается, я молодец, я все делаю правильно. И, ну, и появилась еще одна дополнительно, появилась энергия. То есть такая история, поэтому пользуйтесь, кто не пользовался услугами психолога, задавайте любые вопросы, и, ну, очень каретно, очень качественно и не страшно, вот, а даже приятно. Вот такая история. Точно. Хорошо. Я в свои 40 лет первый раз получил консультацию психологов, да, то есть вроде как бы среди мужчин такая история пока у нас еще. Ну, понимаете, да, о чем я? Но на самом деле теперь буду пользоваться чаще. Ну, хорошо, Саша. Мы тебе желаем, тебе эмоционального здоровья, тебе бодрости духа, хорошего настроения. Давай, Андрей, зажигай. Андрей Журавлев, Читраза Байкасси Край, Краснодар, довольный клиент и партнер Европейской Родической Службы Бройкер с апреля 2019 года. Хочу рассказать историю, вообще только вот случилось перед Новым годом. Мы все развиваемся в социальных сетях, именно в Инстаграм. Ну, и тут мне в раз выпадает, там появились очень много конкурсов, да, где можно выиграть какие-то призы. И что-то мне в моей ленте попался там Apple и розыгрыш. Ну, я любитель, да, как русский человек всякой халявы, особенно розыгрышей, лотереек, особенно в Инстаграм. Ну, у меня где-то тут я в Краснодаре выигрывал, и Раков выигрывал, и все остальные, да, другие призы есть. Ну, и здесь тоже, смотрю, Липец играет, а можно выиграть телефон Apple. Последней модели, 13-й. Ну, я что, почему бы не сыграть? Условия выполнил. Ну, и все, на следующий день мне приходит сертификат, да, мне там номер по сертификату мне пришел, и что я в призах. То есть там 10 человек в призах. Я такой, оба она, нифига себе, круто на Новый год получить, да, телефон Apple в подарок. Захожу на страничку и смотрю там отзывы, да, вот появилась, ну, недавно страничка. Я понимаю, что да, что сейчас очень много мошенников, и что нужно лучше сделать, позвонить юристам и уточнить мои действия. Ну, тут мне приходят дальше условия для того, магазин находится в городе Липецк. Я начинаю вспоминать, у меня там в Липецке есть кто-нибудь? Вроде нету в Липецке. Начал партнеров искать, да, ну, загуглился, то есть позвонил Виктору. Виктор там свое мнение, то есть мы, как обычно, начинаем, ну, всем звонить и спрашивать, как делать, как поступить в этой ситуации. Виктор мне там свое посоветовал, другие друзья свое. Ну, юрист мне как бы все сказал, что делать по закону. Я, конечно, решил проверить все это дело, все, сам. Зашел, загуглился по адресу, там вообще жилой дом. Ну, да, жилой дом, такой думал, ну, ясно. И начинаю входить в переписку с магазином, тут на меня выходит администратор. Да, мы готовы вам отправить этот телефон почтой, но нужно заплатить 2500 рублей. Я такой, оба-на. Опять юрист мне уже сказал, что оплату можно производить по прибыль, когда приходит товар, один из вариантов, да, когда товар приходит мне. Курьер приехал, я получил товар и после этого оплатил, да, доставку. Я начал прикидывать, да, Apple стоит столько, а мне за 2500. Ну, что-то удивительно, очень дорогая доставка. Ну, опять же, я звоню юристам, все-таки общаюсь, но мне юрист говорит, скорее всего, это мошенники. И лучше с ними не напишите, что готовы оплатить после прибытия товара. Все, я написал и спокойненько сижу, не волнуюсь. И вот сейчас я вспомнил эту историю буквально. Сейчас зашел туда, а на страничку, вот пока время было, так она пропала. Представляете? То есть перед какими-то праздниками, сейчас же мошенничество на каждом шагу. И теперь мошенники, что влезли и в социальные сети. Сколько они обманывают людей, да? Человек оплатил две с половиной, а ему вообще ничего не пришло. Или пришел там кусок пенопласта, или еще какая-нибудь другая история. Так что, когда есть на защите такая крутая услуга, да, более 200 специалистов юридической службы, которые помогают решить вопрос здесь и сейчас, то мы, конечно, уверены, сохраняем свое достоинство, нервы, деньги и время. Так что рекомендую. Всем спасибо. Спасибо, Андрей. Спасибо, да. Очень много, кстати, таких сейчас ситуаций, когда, ну, знают психологию нашего русского человека, что многие любят так называемую халяву, ну и, соответственно, на этом люди, скажем так, зарабатывают нечестным путем, вот, поэтому будьте очень аккуратны в таких вот моментах, не переводите деньги, да, сначала просто, ну, если действительно, ну, есть, конечно, и честные, да, кто действительно там проводит какие-то розыгрыши, когда действительно доставляют призы, но, тем не менее, лучше, конечно, все это проверить, вот как Андрей, да, он же человек у нас прокачанный, сначала проверил все, поэтому вот проверяйте. Ну, смотрите, у нас буквально там есть еще пару минуточек, если кто-то готов поделиться еще одной историей, то мы выслушаем, если мы, ну, если желающих уже нет, то, соответственно, то мы будем заканчивать наш сегодняшний марафон. Кто готов взять микрофон, кто готов поделиться историями? Наталья, слово даем. Да-да-да, берите микрофон, берите микрофон и рассказывайте. Здравствуйте. Здравствуйте, ребят. Слышно меня? Да-да-да, и даже видно. Даже видно, это хорошо, да. Такая ситуация была. Короче, когда я училась на курсе бизнеса по вязанию Ирины Печенегиной и готовилась, ну, к этому дню, у меня должна быть, ну, с выдачи сертификата в этот день, я, конечно, всю ночь сидела там, готовилась, там, волновалась, и тут мне позвонил телефон. А до этого куда-то я ночью залезла, не помню куда, в общем, ну, это неважно, да. И мне пришел такой, я уже с этими банками, если честно, запуталась, неважно, что с вашей карты снято там 1700 рублей. Ну, я подумала, ну, ладно, 1700 рублей там, ну, не вопрос, там, я, ну, разберусь с этой темой. Я чуть позже позвонила в банк, они сказали, что да, мы вашу карту заблокируем и перевыпустим вам новую. Потом мне, значит, пришло, я уже что-то так смутно помню эту историю, потому что столько времени, ну, произошедшее уже прошло с тех пор, что в памяти там постиралось моменты некоторые. В общем, позвонили с одного банка, мне мозги компостировали, позвонили с другого банка, мне мозг там делали в 3 часа ночи, да, потом сначала со Сбера, потом с ВТБ, по-моему, или не с ВТБ, не помню. Потом, короче, еще с одного банка позвонили. И, в общем, потом я просто пошла в терминал и сняла деньги, и перевела их в 100 тысяч, представляете? А вечером я разговаривала с мужем и давала в интернете, писала... День какой-то тяжелый по энергетике, прям тяжело, прям не разговаривала. И писала пост на тему мошенничества. И вот с мужем вечером разговаривала. И, представляете, я в эту ночь, я сама просто повелась... Я просто в шоке была. И я вот потом только поняла, когда я уже перевела эти деньги в торговом центре у нас в городе, в Крупном, в Новом. Ну, я, ну, как бы, я просто приняла сей факт, да, что, ну, это будет у меня ошибка. Я там не рвала на себе волосы, там, нет. Я просто, я, видимо, была к этому готова. Потому что до этого я ходила, там, по брокерским, какие-то, там, площадкам ночью, ничего не понимая, там, ну, в этих сферах, там, сферах денег, там, и местиций. И муж все говорил, ну, там, доходишься. Потому что я жила в своей комнате, у меня был свой мир. Вот это вот начало инстаграмной жизни моей. Потому что я работала по ночам. Ну, в общем, вот такая вот история. И теперь, конечно, да, у меня, ну, очень большие проблемы, так как я, мне, а мне осталось, там, кредит закрыт, буквально, там, ну, копейки, просто копейки. Сейчас я не плачу вот эти три кредита. Ну, в общем, ситуация такая печальная. Наталья, спасибо, что вышло, поделилась. Ребята, смотрите, это наш гость, у которой еще услуг нет. Это гость, и представляете, какая ситуация. Наталья, мы желаем тебе только всего самого наилучшего. Ты молодец, поделилась этой историей. Спасибо, ребят. Что все будет хорошо у тебя. Спасибо, да, классно. Спасибо, Наталья. Да, мы рады, что к нам подключаются даже не партнеры, что к нам приходят гости на наш марафон. И действительно, когда вот такие вот ты узнаешь такие события, понимаешь, что дело, которое ты делаешь, да, оно полезно, нужно, важно. И ты делаешь это все не зря. Поэтому вам тоже от меня, скажем так, от руководителя этого марафона, вам тоже большое спасибо, что подключились, что вышли, рассказали эту историю. Но мы будем завершать наш сегодняшний марафон, и я, как этот лайфхак от Рабиновича, да, еще раз вам напоминаю, что наступил Новый год. Уже сегодня, дай бог, 15 января, да, и все помнят, что нужно заплатить налоги. Все правильно. Нужно заплатить налоги, а еще нужно подать документы на получение налогового вычета. Я вам это напоминаю. А можно вопрос? Да? Можно вопрос? А если я не живу в той квартире, в которой прописано, а налог приходит на меня, и, ну, как бы, мне сказали, чтобы я там не появлялась больше вообще, как мне быть? Наталья, это вам лучше позвонить и проконсультироваться с нашими юристами, они вам дадут более подробный ответ. Да, конечно. Все хорошо. Чтобы не играть в испорченный телефон, это позвоните нашим специалистам, они вам дадут подробный ответ. Вот. А я по поводу налогов и по поводу налоговых вычетов. У нас среди наших опций есть такая замечательная опция, как налоги. Вы можете воспользоваться данным сервисом, позвонить и задать вопрос по поводу своих налогов и по поводу своих налоговых вычетов. Наши специалисты вам подробно расскажут, какие налоги вам нужно будет заплатить в этом году и какой налоговый вычет, за что вы тоже можете получить. То есть налоговый вычет за покупку чего-то, за продажу, за посещение вами или ребенком каких-то спортивных учреждений, за медицинские услуги. Поэтому воспользуйтесь обязательно вот этой доп. опцией в наших пакетах. Еще раз повторюсь, называется налоги. Это абсолютно вся подробнейшая информация, которая связана с налогами и с налоговым вычетом. Поэтому, чтобы не спать на улицах и на вокзалах, а спать спокойно и к тому же еще получить определенный подарочек финансовый после новогодних праздников, это, конечно, будет всем приятно, у кого есть возможность это получить. У меня, к сожалению, такой возможности нет, потому что я работаю как ИП. У меня, я плачу 6%, а не 13%, поэтому я не могу получить налоговые вычеты. А вы, кто все, кто платит 13% подоходный, у вас есть такая уникальная возможность компенсировать свои новогодние затраты, частично хотя бы. Поэтому звоните, консультируйтесь, пользуйтесь и, соответственно, получайте полный алгоритм действий. Я благодарю всех, я благодарю всех, кто сегодня пришел ко мне на марафон, к нам на марафон, кто поделился своими историями. Будет запись марафона, запись марафона будет выложена у меня на YouTube-канале. Подписывайтесь, смотрите, слушайте, берите эти рассказанные истории других людей в пользование, рассказывайте в своем окружении, как помогают наши сервисы жить счастливо, комфортно и, самое главное, уверенно и чувствовать себя защищенным. Еще раз благодарю всех, жду вас на очередной марафон, который будет в следующую субботу в это же время. Всем большое и большое и большое огромное спасибо. Взаимно. Спасибо, спасибо, что собрал. Всем удачи. Спасибо огромное, ребят. Всем пока.